Приветствую вас сердечно, Владимир, приветствую. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь, географисты? Я нахожусь в Германии, город небольшой, Фирзен, в северной Рейнфильсфалле. Здесь уже нахожусь 20 лет, в Германии. Как погода там у вас в Германии? Да у нас пока хорошо, днем бывает до 15 градусов, ну, утром поменьше, конечно. Но с погодой, в соответствии, будем говорить, времени года. Начинаются уже дожди, то все, поэтому надо, будем говорить так, быть довольным тем, что есть. Ну, понятно. Да, у природы нет плохой погоды. Я не буду задавать вам всяких иных вопросов, которые сейчас все друг другу задают. Когда особенно с разными странами общаются, я не буду эти вопросы задавать. А я буду задавать вопросы только по нашей теме, по методу ключ. Да. Я хотел узнать, что вы по этому поводу думаете, пользуетесь вы сами этим или нет, и какие вопросы мы будем сейчас обсуждать. Ну, метод, так будем говорить. Я, допустим, вот у вас метод, ключ номер три. Переходное состояние между бодрствованием и сном. Сейчас, секундочку, чтобы люди не вошли в заблуждение. У нас есть ключ. Да, ключ два. Ключ два, который я даю только элементы. Да, я просто о нем слышал. Да, только элементы, потому что целиком я его никому не даю в открытом эфире. В открытом эфире. И тому есть причины. Так. А есть ключ три, к которому мы приступим только позже. Я его тоже сейчас не даю в открытом эфире, но вы очень правильно сказали, что это связано с состоянием между сном и бодрствованием. Да. И ключ три, вообще-то, посвящен тому, как сон наш, ночной или дневной сон, использовать для изобретений, для поиска решений неординарных и так далее. Это мы пока не делаем. Я пока в эфир это не выставляю. Да, но просто дело в том, что я уже 16 лет этим занимался. Но неосознанно. И решал много вопросов. Вот с помощью этого, так сказать, состояния. Так. Поэтому, ну, сегодня я хотел бы начать просто немножко по-другому. Про профилактику стресса. Так. Материализация стресса. Болезнь – это материализация стресса. Да, стресс – это неуправляемый транс, да. Да. Поэтому я задумался о том, как бы заняться профилактикой стресса. Да. Да. И пришел к выводу, что можно, допустим, уменьшить, спланировать реакцию на раздражение. То есть тем самым или совсем убрать стресс, или уменьшить его. И на своем примере, который, ну, вот я уже многим вопросом, так сказать, 73 года прожил в жизни. У меня было много всяких, будем говорить, ситуаций, где я за счет вот спланированного, спланированной реакции и старался уйти от неприятных ситуаций. И на своем примере хочу это немножко показать, как это у меня было. Вот. Ну, чтобы у нас с вами немножко были… Вы обо мне ничего не знаете, в принципе-то. Ну, поэтому, чтобы интересно, это же самое главное, что мы с вами, как говорится, не договорились ни о чем. Да, да, да. Это честный разговор, который вот… Да. Ну, и вот я хочу немножко о себе рассказать, пару слов. Значит, мне 73 года, образование у меня высшее, я инженер-электрик, женат, в браке 51 год, с одной женщиной, двое детей, сын и дочь, четверо внучек, две уже закончили университет, работают. Всем здоровья, всем здоровья. Одна внучка еще учится в университете, а последняя, самая младшая, еще учится в гимназии. Почему я решил немножко рассказать о себе? Чтобы у нас немножко были более-менее доверительные отношения. Да, да. Я о вас почитал в открытых источниках, мне это все импонирует, чем вы занимаетесь. Будем так говорить, что в разговоре важно, о чем мы говорим. Важна интонация, какая звучит, какие-то эмоции. Но самое-то главное в том, что мы чувствуем в это время. Да, конечно. Поэтому для меня, вот я уже видел, допустим, ролики, как вы там в семинарах, допустим, ведете. Для меня вот ваш метод, чем он, так сказать, привлек? То, что он очень простой. Люди просто могут самостоятельно изучить многие вопросы. И в том, что вы сами этим занимаетесь, претворяете свой метод в жизнь. В принципе, это вот как бы, можно сказать, что это есть признаки гениальности. Ну, грубо так. Поэтому. Неплохое начало, спасибо. Спасибо. Ну, это так и есть. У меня большой юморизм, вы меня просите. Да, так и есть, в принципе-то. Вот. Я считаю, рыбак рыбака видит издалека. Если вы так смогли сразу оценить это, вы сами гении. Да, ну, я бы не сказал так. Почему? Потому что у вас в инстинкте природном, в генотипе, в таланте лежит природная способность интуитивно делать то. Вот вы сами сказали, вы сами это делали давно, много лет. Просто вы ко мне как бы пришли как друг, потому что я, вы увидели, что это показываю, как это осознанно делать. Да, да, да. В виде упражнений, в виде алгоритмов. То, что у вас в природе лежит. Я на самом деле всегда говорил в роликах, что я изучаю гениев, изучаю чемпионов, изучаю великих таких вот мыслителей, их механизмы природные, как они инстинктивно это делали. Я вот очень рад, что вы в нашей школе, человек будущего, homo futurus, поделитесь своим опытом. Вот это замечательно. Да, вот я и хотел немножко сделать. Ведь у нас, почему я говорю, что у вас все просто, если ученый, допустим, не может объяснить свой метод простым языком, понятный для общих масс, будем так говорить, то это остается голой теорией. У вас же это все совсем наоборот, поэтому мне это импонирует. Следовательно, я себе тоже ставил цель данной беседы, чтобы помочь людям уменьшить риск заболеть. Вот как вы думаете, если человек много болел, что можно сказать об этом человеке? Зависит от итога. Если он много болел и научился болеть правильно, то есть адаптировался к своей болезни, стал развивать у себя возможность справляться с этим, это один итог. А другой итог, если человек просто много болел и расплющился, и, как говорится, ничего полезного для себя из этого, такого положения сложного не взял и для других не дал. Это другой итог. Вы о каком сейчас больном говорите? Я просто говорю о общем. Если человек много болел, то можно сказать, что он жил неправильно. В этом смысле. А если он от рождения, а если он от рождения болел не по своей видне? Это может, я просто, это вот так вот в общем для меня, как это вот, осело. Вы имеете в виду, что такой здоровый человек родился. Да, да, жил и болел. И болел, да. Да, и потом, значит, ну, как вы говорите, если он что-то извлек из болезни, болезнь ведь всегда нам говорит, что что-то мы делаем неправильно, или мыслим неправильно, или еще что-то, или у нас отношение к жизни и к здоровью неправильное. Поэтому я вот сам для себя подумал, что да, если человек много болел, значит, он просто жил неправильно. Ну, так, это общее, так будем говорить. Я в свое время как-то проходил, он обучался менеджменту в открытом университете в Великой Британии на заочном отделении. Это происходило обучение у нас здесь в России на русском языке, в нашем городе Ниждагиле, я это организовывал, все. И просто мне запомнились слова, когда переезжал представитель открытого университета, и во вступительном слове он сказал, они сами нам дали материалы, которые они там разработали. Он и говорит, что мы, может быть, и не скажем вам ничего нового. Просто мы вот эти знания систематизировали и дали их в определенном, в определенной порядке. И хотели бы, чтобы вы эти знания потом применяли в жизни. Очень хорошо сказано, да. Да, поэтому я подумал, что если я, допустим, на своем примере что-то расскажу, и люди применят это, допустим, в какой-то ситуации, то это будет здорово. Да, мы не зря живем, мы не зря работаем, и не зря занимаемся самонаблюдением, не зря осознаем это, чтобы сказать это другим. Да. Поэтому задача этой... Что такое стресс, в принципе? В принципе, я как понимаю это, и как у меня это происходило, что это какое-то... У меня такое тревожное состояние организма. А почему оно возникает? Оно возникает как защитная реакция организма на негативные раздражители. Раздражителем является не само событие, а то, как мы реагируем на это событие. Отношения, да. Да. А уровень раздражения определяется, будем говорить, жизненным опытом, уровнем эмоций и уровнем чувств. Я немножко там... Помните, может быть, была такая сказка там... Старик и золотая рыбка. Ну, так, грубо. Вот сидит бабка на берегу моря и плачет навзрыд. Она хотела постирать портки своему старику, чтобы он завтра пошел там на прием. И не может. Сидит у корыта. А корыта долго не пользовалась, оно рассохло. И вот причитает, и ревет, и где взять деньги на новое корыто там и так далее. Ага, услышал старик, выходит из хижины, говорит, ты что, старуха, плачешь? Она говорит, да вот так и так, хотела тебе портки постирать, а у тебя они получаются. Он говорит, да, старуха, не плачь. Сейчас мы это исправим. Взял корыто, окунул в море, прижал камнем, говорит, через два часа она снова разбухнет и можешь стирать. То есть, получается, бабушка, старуха реагирует на уровне чувств, а старик на уровне жизненного своего опыта. У него уже был опыт, но, видимо, с другой старухой. Потому что я настоящий не знал об этом опыте. Ну, это для того, чтобы человек немножко сориентировался, а где уровень чувства, где уровень эмоций, а где, допустим, там жизненный опыт. Поэтому наше отношение, которое мы формируем, определяет наше жизнь и здоровье. Так ведь получается? Да. А как мы можем, допустим, я, например, как формирую свое отношение к какому-то вопросу? Ну, я, допустим, человек такой, я всегда старался что-то узнать новое, где-то почитать. И всегда привычка возникла вот такая, что я когда читаю, я обязательно сижу с карандашом, делаю пометки, какие-то себе, допустим, там мысли, которые я даже записываю, потом их в отдельную тетрадку, там, допустим, записываю. И так, и, допустим, если я каким-то вопросом интересуюсь, я обычно смотрю, ищу каких-то авторитетных, менее авторитетных людей, и на основе этого для себя отношения формирую к данному вопросу. Вот, допустим, в 90-е годы я там занимался предпринимательством, и был такой период, что нужно было мне, занимался раз бизнесом, нужны были денежные средства. И я так подумал, ага, сформировал свое отношение, допустим, к займам, кредитам, и я решил себе, что я буду работать только на свои деньги. И это мне очень здорово помогло, чтобы некоторые люди доходили до самоубийства, или там убивали в это время. Поэтому вот один вопрос, когда ты сформировал свое отношение, и это тебе помогло в жизни. Поэтому вот еще один такой вопрос, как умение слушать и размышлять над своими мыслями, тоже позволяет разрушить все возможные сложные жизненные ситуации. Я очень много по делам работы ездил на автомашине, и очень часто встречал какие-то, допустим, аварии. И я еще ни разу не видел человека, который бы стоял, допустим, разбил машину и стоял. Ой, я разбил машину, ой, я разбил машину. Нет, он реагирует по-другому. Он думает, что, а где взять деньги на ремонт? А где мне, допустим, там... Что делать, да. Да, что жена скажет. Да, что... Поэтому я тоже себе задал такой вопрос, и я решил, что я должен создать себе определенный денежный запас, чтобы, если такие случаи исключаются, чтобы можно было как-то выйти из положения. Поговорил с женой со своей, допустим, чтобы она тоже реагировала правильно, потому что женщины частенько реагируют неправильно. Поэтому я тоже попытался вот этим исключить вот эти вот всевозможные стрессы, которые бы можно было получить. И вот такие вопросы, допустим, если, будем так говорить, какая-то, ну, не пословица, что ли, или как это по-было органе, падает тот, кто боится упасть. И вот у меня тоже такой был случай. Я только, уже все-таки не молодой, будем так говорить, ездил на велосипеде мужского типа. И тоже так вот что-то подумал, думаю, надо мне уже, наверное, переходить на женского типа такого. Вдруг там что-то так. Ну, так не было у меня, допустим, такой, ну, думал еще не такой, а старый, не так это срочно, быстро это все сделал. То не хотелось новый велосипед покупать, то, допустим, еще там что-то мешало все это сделать. Ну, и так у меня один раз дошел до того, что я как-то ехал на велосипеде, заехал на тротуар, и там были люди с собаками. И я туда, собаки сюда, и я не мог никак к ними разъехаться. Я уперся передним колесом в бордюр. И вот, знаете, ничего в голове нет, никаких мыслей, чтобы подумать, а как, что сделать. Ничего. Вот как запрограммированный какой-то был. Я до тех пор, пока я не потерял равновесие, равновесие потерял, я упал. И сломал шейку бедра. Я к чему говорю, что вот, видимо, вот эти мысли наши, страх этот, он меня запрограммировал, что я вообще ничего не мог думать. Да, бей, беги, оцепеней, инстинкт самовживания, конечно, у вас произошло это оцепенение. Да. Да, шокировал. Если бы я сразу это сделал, допустим, сменил велосипед или там вот осознанно воспринимал вот этот вот метод ключ-3, тогда бы я спрограммировал себе, как можно это сделать, как можно в этой ситуации выйти, там ногу выставить и на ногу опереться или еще там что-то, тогда бы этого у меня не произошло. Почему вот этот метод мне сильно помогал? Я в 16 лет в школе поставили задачу математическую, там нужно было решить ее, и никто в классе не мог ее решить. А у меня это так все запало, я думал, думал, думал об этом и уснул и не решил. А потом в ночь урасти у меня решение пришло. Я встал, записал, я единственный был в классе, кто решил эту задачу. А девчонки... Пожалуйста, вот здесь, пожалуйста. Я хочу, чтобы все обратили внимание. То есть была задача, над которой наш друг Владимир старался, старался и не мог решить, но делал какие-то усилия. Потом он заснул и потом раз встал, когда я решил, да? Да, да. Так. Вот. Ну, пришел в класс, один решил, девчонки приходили к мне, спрашивали, ты, Володя, решил? Я говорю, нет. Ну, у них, что ты нас обманул, ты решил, а сам нам не рассказал. Ну, я говорю, нет. Я говорю, ночью решил. Да, ну, тебя, что ты ночью решил, как это? Ночью решил. Ага. Потом был у меня такой случай тоже. Я все время был немножко физически развитый в этом плане, но для того, чтобы мне ударить человека там или еще что-то, я не мог этого. Вот у меня не хватало духу, так будем говорить. Ну, сопереживал, сопереживал. Да. И вот я, значит, перед армией подумал так, что я так сильный человек. Если, допустим, там еще тогда дедовщина это была и все, если я, допустим, ну, на меня кто-то там что-то набросится, я не смогу ответить, то там заклюют. И вот это тоже было как раз вот этот период переходный, так сказать, через ноль. И я себе, значит, спланировал, если, допустим, на меня кто-то с какой-то агрессией будет наступать, значит, я ему коленом в пах, естественно, человек от боли сгибается, я в это время ему ударю в подбородок. Да. А, и все, я и об этом забыл. И вот потом в армии у меня как раз такой случай случился. Там хотел один военнослужащий, который старше меня был на полгода, там мне ударить ремнем. И у меня это сработало. Да. Он упал, побледнел, был выпиши. И мне кажется, он протрезвел, и он ушел. Да. Вот это сработало, если вот, допустим, у людей случается такая ситуация, и он может также спрограммировать свои действия. Единственный вопрос, вот я у вас хочу спросить, а если был не один человек, а если было двое, сработало это или нет? Ну так инстинктивно человек иногда такой забор перемахивает, который в обычном состоянии никакой силы воли не перемахнешь, потому что сомневаешься в себе. А когда есть ради чего? Ради выживания он перемахнул, или ради того, чтобы там ребенка спасти, он перемахнул, или на войне там делали такие подвиги, которые потом трудно представить себе, как это он смог. Потому что есть это состояние на пике напряжения, там транс возникает, где цель настолько высока, и ты становишься единым с целью, то есть когда ты максимально сосредоточен, то есть это инстинкт выживания может такое включить. А мы занимаемся тем, чтобы вот этот стресс-трамплин сделать осознанным, и по своей воле можно было любую цель сокрушить. можно, конечно, потому что я знаю случаи, когда один человек мог побить целых 5-7 человек, когда он был в таком разъяренном состоянии, и он за что-то, то есть ему было ради чего, он не просто был тот момент, когда он боялся потерять жизнь или травмироваться, а он там за своих детей, за что-то, он такой был разъяренный, ради чего-то, и этот стресс ему позволил решить такой вопрос, побить сразу 5-7 человек. Бывает такое? Да, бывает. Но я хочу сказать, что тренированному человеку, конечно, это проще сделать, если он, допустим, тренируется, у меня очень много друзей занимаются рукопашным боем. Вот у нас есть Александр Сунцов там, который рукопашки учит в нашей школе Человек Будущего, и он там этому учит, как один человек может и обороняться, и защищаться, и побить несколько человек. Может такое быть. Я-то немножко другое спрашиваю. Вот я себе запланировал, если это будет, допустим, один человек в этом случае, а если бы их пришло два человека, сработало у меня это, или нет, я вот измерила ситуация. Если план был на одного человека, запланирован так, и себе такой гвоздик поставить, якорек, как говорится, то он помешал бы. Вот я поэтому тоже... Поэтому надо планировать на двух, тогда бы это помогло, а я обычно, когда обучаю людей, когда они с неопределенностью должны встретиться. Когда неизвестно, когда неожиданно может не один быть, а там десять человек может быть, когда неожиданность может быть, тогда не надо формировать себе установку очень конкретную, а надо формировать у себя состояние, которое у тебя должно быть в этой ситуации. Оно должно быть такое, полно энергии, полно чувства игривости. Вот вот это состояние полноты энергии и игривости и уверенности абсолютной. Абсолютной уверенности. Это широкая установка, когда ты свободен, а потому что если ты запланируешь себе конкретную ситуацию, как штангист, который идет к штанге, точно знает, что он сейчас будет делать, там конкретная установка формируется, а когда на неожиданность, на неопределенность, там другое качество, там на состояние, которое у тебя должно быть. Я не знаю, я доступно ли ответил, понятно ли. Нет, нет, я уже сам, вот слушаю вас, я сам себе, допустим, тоже так подумал, что не надо планировать на одного или на десять, просто нужно планировать. А там, да, поэтому она не будет тогда мешать. Да, вот об этом не будет мешать. Потому что мы тогда избегаем фрустрации. Фрустрация – это сбой установки, когда мы четко на что-то настроились, рассчитали каждый шаг, а случилось по-другому ситуацию, и ты растерялся. Поэтому лучше рассчитывать не шаги свои конкретные, а состояние свое, которое тебе позволяет быстро реагировать. Ну да. был такой у меня случай, что я как-то отдыхал в Карпатах там, и мы были в горах, и там были, значит, такие, ну, нагромождения камней, что ли, и между ними был такой лаз, будем так говорить, может быть, диаметре там 50-60 сантиметров там, вот, может, чуть побольше, как-то, не обязательно был, круглый и ровный, вот, ну, и этот экскурсовод говорит, кто хочет пролезть через него, ну, и мы, значит, друг за дружкой, может, там, расстояние было между людьми, допустим, там, полметра, и друг за дружкой пролезли, он был такой метров 10 длиной, но мы пролезли, все, никаких эксцессов, ничего, и потом как-то у меня пришло в голову, что, а что бы случилось, если с кем-то что-то случилось, мы бы там остались, или как там, и у меня сразу, значит, такой страх, страх возник, и потом меня это долго очень мучило, будем говорить, и не вот, не было в этих снах, или как там это, в этом состоянии, я не думал о том, что мы там лезем по этому лазу, а почему-то все время приходили картинки, то я из какой-то комнаты не могу вылезти, через узкий проход только там, или еще что-то, вот, уже доходило до того, что я пошел к психиатру, чтобы выписать капли там, или еще что-нибудь, чтобы можно было это снять, вот, ну, психиатр мне говорит, что можно дать капли, которые будут действовать, постоянно нужно принимать, или там были такие капли, если у тебя такое состояние, капаешь на руку, и потом слизываешь, и это быстро, как бы, снимало это, установка, ну, я взял эти капли, правда, они мне не понадобились, потом уже, по шествии, обычно, если это приходило состояние, я вставал, и там, чем-нибудь занимался, потом уже уставал, ложился и засыпал, ну, а потом подумал, а что я буду, что я буду, это, значит, как бы, уходить от этого, надо подумать, и я задался себе цель, а что было бы, если бы даже это случилось, с кем-то было плохо, или что-то, так можно было, или назад, или вперед, 10 метров не так уж много, допустим, ну, и подумал, что, наверное, страшного бы ничего не случилось, и у меня это прошло, потом у меня прошло, потому что вы посмотрели страху в глаза, да, ну, да, наверное, так, потому что мы докручиваем себе, мы себе докручиваем до конечного итога, что мы погибнем, да, у нас всегда есть вот такое самонакручивание, локтем ударился, думаешь, заболеешь, потому что, если источником стресса является негативная эмоция, негативное ощущение, оно доминанту превращается, если мы допускаем это, а если мы в этот момент эту энергию переведем на решение какой-то задачи, с чего вы начали, то эта энергия, мы там не накручиваем себя, что я заболею, а наоборот, эта энергия пойдет на решение наших задач, то есть ей нужен адрес, и поэтому люди наподобие вас, наподобие меня, наподобие многих, которые инстинктивно, когда у них возникает напряжение лишнее, когда стресс возникает, если вспоминают, что вот после этого какие-то задачи лучше решаться, то эта энергия напряжения идет на их решение, и потом человек действительно обнаруживает, что многие вопросы лучше решились, если он имеет способность анализировать свой, вот как вы анализируете сейчас, я помню, Трамп тоже рассказывал по телевизору, что он несколько раз терял все свое состояние, но потом через полгода, год снова восстанавливал еще больше, то есть у него алгоритм такой в мозге есть, видимо, а другой человек, потеряв состояние, растерялся бы, и был бы подавлен, и застрелился бы, или еще что-то случилось, или в психбольницу попал, то есть я пользуюсь случаем, хочу всем сказать, у нас есть упражнение разгрузка с перезагрузкой, где мы действуем по формуле, чем больше стресса, тем больше сил, где мы выходим на состояние нуля, нулевое состояние, на состояние безмятежности, и до этого мечтаем о том, что как только любой стресс возникает, любая неприятность, любое оцепенение, любой страх, сразу вспомнить задачи, которые у вас есть в жизни, и ощущение, что вы их теперь лучше решите, и на самом деле, тогда механизм начинает работать в эту сторону, позитивную, то есть минус превращаем в плюс, и это получается стресс-трамплин. Еще такое было у меня, вот тут вместе, ну, опыт применения ключа, три, будем так говорить, значит, я заболел диабетом, ну, повышенный сахар, и где-то прочитал в рецептах народных, что надо кушать лук и чеснок, а чеснок я не мог переносить, я его не ел до этого, ну, раз такая, нужно как бы его есть, это у меня мысль засела в голове, и я вот так же в этот же переходный период об этом думал, через пару дней я почувствовал, что у меня вообще запах, я не чувствую запахи, вообще нет. Переходный период, вы называете эту точку? Да, между бодрствованием и сном, да. То есть это состояние вот этой нулевой безмятежности, умиротворения, которое бывает, когда человек засыпает или просыпается, вот это состояние. Владимир это имеет в виду, да? Да, да, и потом, я говорю, что через пару дней я почувствовал, что я не чувствую запахов. То есть вы перед этим, еще раз алгоритм скажите. Мне нужно было как бы для профилактики диабета, чтобы уменьшить сахар, допустим, нужно было мне есть чеснок и лук, но чеснок я не мог переносить, но думал об этом, как мне его есть, может быть мне там с чем-то другим там мешать, там с кефиром, там еще что-то, и это у меня все время крутилось в голове, и потом через несколько дней я почувствовал, что у меня нет обоняния. То есть вы это делали как раз таки перед тем, как входить в сон, да? Да, да. И там это ваша поисковость, как же это сделать, разрешилась. То есть вы потом, когда проснулись, вы заметили, что у вас нет на чеснок обоняния, да? Не только на чеснок, я вообще перестал чувствовать. Ну, сейчас немножко грубые такие запахи, я еще не могу немножко иногда различать, а вот тонкие, нет, до сих пор ничего не восстановилось. Так вы же можете заново сделать и восстановить то, что вам нужно, а то, что не нужно, оставить покоя. То есть вы можете сейчас перед сном, но мы уже о ключе три начинаем говорить. Ну, так, чуть-чуть. Вы можете перед сном сформулировать себе эту яркую задачу, что вы хотите, и думать, как же это сделать, и с этой задачкой засыпать и думать об этом. И когда вы проходите, как этот период надувого состояния, она там сама разворачивается, и вы находите решение. Ну, я уже сейчас, сейчас вот ваш метод применяю в других еще тоже вопросах, чтобы расслабиться. Я сейчас еще занимаюсь тут, аутогенная терминовка. Нет, нет. Эндогенное дыхание. То есть аппарат Фролова. Вот. И там для того, чтобы лучше организм и легкие работали, нужно, чтобы был человек расслаблен. Вот у меня вопрос такой. Как долго вот это вот, допустим, с помощью метода ключ быть в этом расслабленном состоянии? Потому что я дышу где-то минут сорок. Да нет. Не-не-не, ни в коем случае. Нет. Зачем это? По моему мнению, я хочу воздать должное изобретателю, что человек ищущий, но я хочу сказать, что все это чушь. Потому что когда люди исходили из этой неправильной точки зрения, что надо, чтобы углеклась кислота была вместо кислорода, эндогенное дыхание, насколько я понимаю, там трубочка, бутылочка, и там надо как-то там держать, сдерживание дыхания, когда вы это делаете. Так это или нет? Нет. Ну, так, чуть-чуть. Вот, допустим, вот такой он, этот аппарат. Там вода наливается. Две камеры. То есть я вдыхаю через носом, а выдыхаю через воду. То есть определенное сопротивление. И получается так, что, допустим, я сейчас один вдох, и я минуту выдыхаю. Ну, понятно. Ну, я про это говорю. Это разными искусственными тренажерами создается эффект задержки дыхания. Ну, дело в том, что этот академик, он или кто там, это ученый, Петракович, он вывел теорию о том, что клетка может сама производить кислород. Но ее нужно... Боже мой. Я не знаю. Вот давайте так. Ладно, оставим этот вопрос. Я о чем говорю? Я сейчас что хочу сказать? Мы можем пить чай с академиком. Мы можем любить друг друга как люди. Мы можем уважать друг друга. Ценить его за его упорство, настойчивость, поисковость мышления и так далее. Но когда дело касается меня как эксперта, я тогда всегда стою вот в какой позиции. Вот меня так и прорывает сказать, что я думаю на самом деле об этом. Потому что, если меня спрашивают, как ты относишься к нему, я скажу, конечно, я хорошо к нему отношусь. А по делу, если спросить меня как эксперта, то я говорю, Бутейко, Бутейко, который занимался задержками дыхания, неправильно сформулировал свою теорию. И ему не простили поругание кислородной подушки. Поэтому его метод гениальный, гениальный метод задержки дыхания, который приводит к трансовому состоянию. Он гениальный метод придумал. Но неправильно объяснил. Потому что там дело было не в том, что надо мало кислорода. Там дело было в том, что когда человек делает несколько раз задержки дыхания, он провоцирует включение транса. а в трансовом состоянии уже того кислорода, который в клетках мозга есть, уже становится достаточным. И поэтому человек, делая несколько раз задержку дыхания, через это, входя в транс, чувствует себя хорошо. И все стали говорить, поэтому надо меньше кислорода. И все стали изобретать и вот эти инструменты, и другие инструменты, и третьи инструменты. И теорию придумывать. На самом деле, когда человек провоцирует трансовое состояние, на 20% снижается потребность организма в кислороде. За счет того, что когда он в стрессе, у него напряжение высокое, и потребность кислороди высокая. А когда он находится в релаксации, потребность кислороди маленькая. И поэтому его достаточно для того, чтобы человек питал свои органы и клетки и так далее. Я о чем говорю? Я это лично знаю хорошо, потому что это не только я голословно говорю, потому что я сам лично бутейка показывал, как руки разводятся на автомате. И когда у него руки пошли, он говорит, ой, дыхание стало как надо. А он-то хорошо знал, какое дыхание. Это состояние дыхания, когда вы вроде как дышите и не дышите. Это же есть состояние в нуле, это состояние между сном и подвышествованием. Когда человек вроде дышит и не дышит, это такое так называемое затаённое дыхание. Так вот, эти всякие разные инструменты, они как раз-таки позволяют нам это затаённое дыхание тем или иным образом, искусственным образом получать. мы его получаем ключевым дыханием. Одно-две минуты человек просто прислушивается к комфорту во время тепла, он прислушивается к тепловому ощущению во время вдоха или выдоха в носоглотке. И когда он своё внимание фиксирует на тепле, когда он ищет тепло, он невольно затаивает дыхание, потому что когда человек на чём-то сосредотачивается, у него происходит феномен невольного затаивания дыхания. Если вы вспомните, когда вы слушаете интересную лекцию, вы невольно затаиваете дыхание. Когда вы смотрите на любимого ребёнка, вы невольно затаиваете дыхание, то есть сердце заходится, ну такое состояние. Вы как бы вот в таком ощущении, это есть максимальная сосредоточенность. Так вы когда затаиваете дыхание, естественно, вы переходите в транс. А в трансе кислорода нужно меньше, и поэтому того кислорода, который есть, становится достаточно. И поэтому эта методика Бутейка и другие техники, они прекрасные, просто неправильное объяснение, и не надо 40 минут там этим заниматься. У нас в ключевом дыхании это делают одну-две минуты. Если у человека до этого на градуснике напряжения или на шкале стресса было 10, шторм, плохо, стресс, он одну-две минуты прислушивается к вдоху или к выдоху, ищет тепло, где же там теплее. И через минуту-две его спросили, ты сейчас на каком уровне? Он говорит, было 10, а стало 0, или стало 5, ну, в зависимости от ситуации. Еще один такой вопрос. Полторы минуты можно сделать вместо 40. вот когда вы говорите, синхрон насос, упражнение такое, когда мы его выполняем и нажимаем на точку, на хагон, на меридиане, не помню, на каком он находится, печень или желудка, это точка. Когда мы стоим, я просто для всех сразу повышает иммунитет, точка, она контролирует дыхание, дохки, толстый кишечник, ухо, голо, нос. Это общая укрепляющая точка, китайская, все знают, посмотрите в гугле хэ гу. Значит, мы одновременно с синхронизирующим действием массируем вибрационным движением эту точку, и когда мы сюда нажимаем, нам хочется поднять ногу. Хочется, хочется, или мы сами должны поднять. Нет, я это придумал, этот синхронасос против вирусов, чтобы иммунитет повышать и улучшать носоглотку, толстокишечник и прочее, чтобы живот нормально работал. Почему? Потому что когда я делал себе точечный массаж, а я иглотерапевт с большим опытом, я себе делал точечный массаж вот так, стоя, стоя делал, я заметил, у меня хорошее самодоблюдение, я заметил, что когда я вибрационно это делаю полминуты в минуту, я заметил, что в этот момент мне хочется, потому что я к себе очень долго прислушался, мне хочется согнуться немножко, чтобы было немножко удобно, и поднять ногу этого, и я придумал это упражнение, чтобы человек сознательно это делал, не все же так хорошо к себе прислушиваются, поэтому я сказал, а вы берите, делайте вибромассаж, поднимаю ногу, вот так, одновременно получается вот это, вот это, и ожидание улучшения, и когда три фактора сходятся, а это можно делать, ходя по комнате, а потом другой ногой, и получается за одну минуту, одну минуту делайте, если вы так, допустим, у вас носоглотка больная, или, допустим, вы кашляете, или еще что-то такое, или там першение во рту, или там для вокалистов, которые хотят петь хорошо и так далее, чтобы голос был хороший, так я заметил, если я не могу откашлиться под какой-то причиной, то после этого упражнения я делаю синхроносос, оно занимает полминуты минуту, то через минуту после этого упражнения я легко откашливаюсь, и все так мне говорили, мне же потом пишут, мне много-много сотни людей пишут там в личке, что я делал синхроносос, я заметил, что у меня голова меньше болит, или я заметил, что нос меньше, теперь течет, кашляю меньше и так далее, мне же пишут, у меня статистика, поэтому я рекомендую. А что у нас, вот что мы так будем говорить с мыслями в этот момент? Думаем, о чем думается. А если мы, допустим, целенаправленно подумаем о нашей физической каком-то недомогании, может ли это вылечить? Может, потому что это подъем напряжения, пик напряжения, когда пик напряжения мы связываем с образом будущего, то есть будем лучше себя чувствовать, связка пика напряжения с прогнозом, то это помогает нам выздоравливать. А если мы в пике напряжения, например, окатили нас холодной водой, а мы подумали, что теперь заболеем, мы начинаем болеть. А если мы окатили себя холодной водой, думаем, что теперь закаливаемся, мы начинаем закаливаться. То есть пик напряжения, какой вы образ будущего там положите, так и сработает. Это же стресс-трамплин. Ну, понятно. Понятно. как любой вопрос, будем говорить, познание, это процесс бесконечный. Поэтому тут об этом можно много говорить и находить другие, допустим, какие-то... отсюда наш смотрящий, свет в глазах смотрящего, смотрящий, слушающий нас, как говорится, свет в глазах смотрящего, а, как говорили там в Евангелии, имеющий уши да услышит. Я думаю, какую-то пользу для себя взяли. Во-первых, Владимир очень хорошо сказал, что мы в нашем инстинктивном поведении часто это делаем. Да. Мы просто не обращаем на это внимания. Но сейчас мы с Владимиром очень серьезно обратили ваше внимание, для некоторых это будет новостью, что любой стресс, который возникает в жизни, можно использовать для решения различных ваших вопросов, которые вас волнуют. Если вы вспомните об этих вопросах с ощущением, что вот стресс, ой, как хорошо стресс, вот теперь те вопросы решатся, их вспомните и туда энергия пойдет. Это как вахидо. чтобы вы взяли это себе на вооружение. И второе то, что сказал Владимир, он же на личном примере это сказал, что он избавился от неприятного ощущения чеснока, он с диабетом человек, как у вас, как вам помогло это жить с диабетом, вот то, что вы пользуетесь приемами саморегуляции, как вам это помогло? Ну, я не знаю, как оно помогло с диабетом, допустим, но в том, что у меня вот кроме диабета и то, я считаю, что это был результат стресса, переезда в Германию, тут были много вопросов, поэтому у меня этот диабет возник. А взять, допустим, как он мне помог, мне единственное, что вот я когда начал, ну, познакомился с вашим методом расслабления, вот, я старался эти упражнения делать, и я заметил, что у меня сахар утром натощак понизился. Вот это я заметил. Ну, это естественно, раз сахар, ну, все у нашей в жизни взаимосвязаны, поэтому расслабление помогло мне вот немножко в этом вопросе. я хочу сказать, что медитацией занимаются миллионы людей, это по существу как раз-таки то самое. Путь к нирване это медитация, нирвана это состояние безметельности, когда нет страхов, зависимости, комплексов, эго, когда нету, когда ты без времени находишься в таком состоянии умиротворения. так это же лечебное состояние обладает колоссальным потенциальным восстановительным лечебным эффектом. Поэтому не мудрено, что в ассоциации диабетиков, ассоциация раньше такая большая была, я там доклад делал, это было 30 лет назад, не знаю, она есть сейчас или нет, но у меня еще сохранился документ, мне почетную грамоту там дали, они без лекарств лечились. Это ассоциация без лекарств, которая с диабетом связана. Они занимались разными техниками саморегуляции. И когда я им показал ключ, конечно, они были в восторге, потому что это очень просто, как быстро приходить к этому состоянию, медитативное состояние, называется в Европе релаксация, в буддизме называется медитация, это состояние медитативное. Ну, вот, конечно, оно полезно, оно всем полезно, и для решения вопросов полезно, и для здоровья полезно. А сколько в Индии для бедных людей, когда люди не могли купить лекарства, тысячи людей, они спасались, когда были всякие болезни, с помощью упражнения йоги. Йога спасала многих тысяч людей, простые упражнения, пранаяма, дыхательная гимнастика. Да, вот у нас есть, слава Богу, ключевое дыхание, которое из анализа всех этих разных методов, бутейка, потом метод стрельниковой, стрельниковой, потом еще там тоже. Летничное движение, как у нас тоже. Да, ну, все эти методы анализируя, я вот тогда нашел, как делать за короткое время, за ключевое дыхание, оно создает это состояние между сном и бодрствованием. Поэтому безопасность, состояние покоя, состояние глубины душевной уверенности, они связаны ассоциативные у нас мозги с ощущением тепла и комфорта. Когда мы засыпаем, засунув носик в подушку, когда нам тепло, когда нам тепло, мы вот засыпаем, это помогает нам, вот там переходное состояние. Я просто хочу всем сказать, друзья, когда вы настроены на поиск тепла, тепловых ощущений в теле, вы уже себя оздоравливаете. Потому что тепловые ощущения, это ощущения, которые приводят вас к снятию лишнего напряжения. А когда вы снимаете лишнее напряжение, вы приближаетесь к состоянию внутреннего покоя, к этой бесконечности, безвремени. Там, где вы эти вопросы, которые вас сильно волновали, там вы начинаете спокойнее их размышлять, когда за 5-6 минут вот такого состояния мозгового санатория, в этой релаксации, вы одновременно находитесь в вечности. Потому что когда вы суетитесь, когда вы постоянно ищете, как решить вопрос, как быть, как поступить и так далее, в рамках маленького времени, а здесь в рамках маленького времени вы расслаблены, вы расслаблены, и там появляется у вас за 5 минут вы переживаете вечность, и поэтому вы найдете решение вопроса. Вот этот парадокс я хотел сказать. Вот медитация, она ведь, допустим, на русский язык переводится как размышление. Я правильно? Правильно, потому что вы не можете в стрессе размышлять. У вас нет времени, у вас суета. А здесь вы можете размышлять, потому что здесь вы можете этот вопрос, который вас волнует рассматривать, имея вечность времени, с разных точек зрения, и найдете решение. То есть по существу состояние между сном и базуственным, о котором мы с Владимиром сейчас обсуждаем для вас, это состояние, когда вы за несколько минут можете обеспечить себе вечность для разностороннего рассмотрения, волнующего вопроса. Ну, как это лучше выразить, надо подумать, как еще выразить, то есть вот это состояние релаксации, это состояние, когда вы можете за короткое время обеспечивать себе состояние вечности. Оно вам нужно для мышления, для понимания. Так вот, почему медитация называется размышление. Для размышления же время нужно. Вот вы обеспечиваете себе свободу времени. Иногда человека спрашиваешь, он говорит, что медитация это погружение в себя. Сложно понять, как это сделать. А вот когда размышление, ты размышляешь над этими вопросами, то видимо ты и погружаешься в себя, будем так говорить. размышления это перебор вариантов, это сравнение одного с другим, это соотнесение одного с третьим, это анализы, синтезы. Для этого нужно время, а чтобы время было, мы расслабляемся. Вот эту закономерность я нашел, и это очень хорошее определение, если вы хотите найти себе время для размышления и поиска решения, снимите лишнее напряжение, и тогда вы лучше поймете, что вам и как надо делать. Но это будет по ключу в принципе, потому что по ключу два, там тоже напряжение, там тоже ноль, но это уже на другой высоте, но мы об этом еще поговорим. Спасибо, Владимир, я надеюсь, что мы, так сказать, сегодня поговорили, ну просто у нас формат времени, потому что для всех формата им будет скучно, а так вот у кого будут вопросы, вы Владимиру там пожалуйста напишите, в комментах напишите, я надеюсь, Владимир, вы же найдете возможность ответить. Да, конечно, конечно, если я смогу умно ответить, но на глупый вопрос нельзя ответить. Юбор у нас приветствуется, я сам юборист, да, всем спасибо. Ну так ведь, всего доброго, спасибо. Обнимаю вас, да. Спасибо, всего доброго, вам всего здоровья. Руки Москвы, видите, какие длинные, обнимаю вас в Германии. Хорошо. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, всего доброго. оно него defence, такое, так, да, мясо, итак 66, итак, итак.